Друзья, привет! Воодушевленный вашей позитивной реакцией на прошлый выпуск, я решил сегодня развить немного тему и провести некий эксперимент. Я настолько проникся этими протеиново-углеводными вафлями, что решил сделать для себя запас. Потом я думаю, а почему бы мне не снять это и не показать, сколько в действительности времени у меня займет сделать, например, двухдневный, трехдневный запас этих вафель. Вторая тема сегодня у нас будет посвящена Арнольду Шварценеггеру, у которого день рождения 30 июля. Вы увидите этот выпуск несколько позже, но я посвящаю этот выпуск именно 69-летию Арнольда Шварценеггера. И сегодня мы поговорим с вами после приготовления вафель. Мы поговорим о тех принципах, которых Арнольд придерживался в питании и насколько они выдержали проверку временем. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Поехали! Теперь с болтовнёй покончены. У нас с вами уже система отработанная. 60 граммов овсянки, 100 миллилитров кефира, 20 граммов сыворочного протеина, 2 белка, 1 желток. Отправляются. Порция номер один готова. Так, погуще, кстати, в этот раз получилось. Это первая порция пошла. Давайте две порции сейчас сразу приготовим. Это целиком. Ну вот, с этого надо было начинать, сразу с двух порций. Хотя, смотрите, по ёмкости блендера можно сразу сделать 1, 2, 3, 4. Батарея работает. Пока идёт процесс приготовления, поговорим о принципах питания Арнольда в его соревновательные времена, то есть в 60-70-х годах и насколько эти принципы выдержали проверку временем. Сопоставим. Это прямая речь от первого лица. Первый принцип. Отдавайте приоритет белку в питании. Всё, что я ел в свои соревновательные годы, было нацелено на получение качественного и разнообразного белка. Яйца, мясо, курица, рыба, молочные продукты создавали разнообразие для меня. Я не обращал внимания на то, к какой еде меня тянуло, а просто был нацелен стабильно снабжать себя белком. Что можно сказать про сегодняшний день? По сути, этот принцип продолжает быть ключевым во всех дисциплинах, связанных с набором мышечной массы. Потому что мы знаем основы основ, что мышечная ткань подвергается повреждениям в процессе тренировок и нужно восполнять потери или чинить поврежденные мышцы с помощью белка в питании. Второе правило. Внимательно отслеживайте количество съеденного белка. Золотое правило. Один грамм на один фунт или в килограммах 2,2 килограмма на один килограмм веса тела. Много споров было и будет на эту тему, но обычно более низкое количество подходит лишь малоактивным людям. Прием намного выше названного количества я считаю анекдотичным. Так считал Арнольд. И по сути дела на сегодняшний день, если, опять же, ребят, если усреднить все то, что говорят. Сейчас говорят очень много. Мне, конечно, намного больше, чем говорили тогда. Но, тем не менее, если все это усреднить, то нормативы остаются те же по белку. 2-2,5 грамма на килограмм веса тела. Третье правило. Не выбрасывайте желтки. Их питательная ценность значительно выше, чем у белков. И по количеству протеина они не уступают белку. Вообще, в моем рационе всегда белки и желтки были на самой первой позиции, так как снабжают организм самым качественным природным протеином. На тему желтков, друзья, и за этим столом уже в сотнях выпусков мы постоянно, как и в данном случае можно увидеть, желтки удаляли. Сейчас действительно к этому склоняется подавляющее большинство диетологов, что нужно сокращать количество животных жиров в питании. Чуть позже мы поговорим о животных жирах. Но я, поддаваясь влиянию старой школы, все чаще использую желтки и сохраняю хотя бы несколько желтков на, допустим, 10 белков, хотя бы 2-3 желтка. Следующее правило. Четвертое. Не сходите с ума на тему снижения количества жиров в питании к минимуму. Жиры важны для здоровья, даже животные, насыщенные жиры. Я получаю 10-15% суточной калорийности из насыщенных животных жиров, из говядины, желтков, курицы, молочных продуктов. Вот это, ребят, вообще позиция крайне непопулярная в наши дни. То есть диетологи всего мира, по крайней мере, их большинство, склоняются к тому, что нужно снижать количество животных жиров, то есть насыщенных жиров. Склоняться больше к растительным, ненасыщенным. Пятое правило, Арнольдер. Если не удается съедать достаточно белка из обычных продуктов, используйте добавки. В 60-х я делал такой коктейль, внимание, сухое молоко, яйца, мед и вода. И все это перемешивал в шейкере. Сейчас есть намного более удобные добавки. Друзья, что сказать по этому правилу? Я считаю, что добавки не столь важны, как нас заставляют думать, но в определенной степени, если тебе чего-то не хватает в питании, ты можешь положиться и на добавки. То есть, опять же, точки зрения разнятся на сегодняшний день, но добавки доминируют, безусловно, в умах всех, кто тренируется. Шестой принцип питания Арнольда Шварценеггера в 60-х, 70-х годах. Сократите до минимума сахар. Он вообще не нужен в питании. Используйте умеренно мед и фрукты. Я считаю, этот принцип абсолютно выдержал проверку временем. И я сегодня подтверждаю, что это важнейшее, к чему мы должны стремиться с точки зрения работы с углеводами. Убрать простые углеводы. Фруктоза, конечно, из фруктов и из того же меда, это тоже простой углевод. Две молекулы глюкозы в цепочке, я не помню, две или три, но все равно простой углевод. Но все-таки, ребята, это не сравнить с рафинированным сахаром, который кладется. Это гигантское количество изделий. Окажитесь вы в аэропорту любом. Я часто летаю, оказываюсь в аэропорту. Если ты не подготовлен к перелету, и у тебя нет с собой нормальных продуктов, как, к примеру, таких вафель с фруктами, а их в основном, естественно, нет с собой, даже у меня, и ты ходишь и страдаешь, потому что ты смотришь на все. Причем я говорю сейчас про европейские, про мировые аэропорты, да, в Европе, в Америке, где угодно. Ты видишь гигантское количество кондитерских изделий, и везде есть рафинированный сахар, который нам есть нельзя. Не нужно есть сахар людям, которые стремятся к отличной физической форме. Нужно его удалить. Седьмой принцип. Никогда не пренебрегайте приемом пищи после тренировки. Это самый важный прием пищи для вас. Особенно это важно, если вы тренируетесь дважды в день, как это делал я. Да, скорость восстановления значительно увеличивается, если организм получил все, что ему нужно, вовремя. Я считаю, что подавляющее большинство людей, тренирующихся сегодня, используют этот принцип и знают о важности закрытия углеводного, белкового, углеводно-белкового, неважно какого окна, любого окна, в первую очередь энергетического. Потому что, естественно, это восстановление зависит от поступления энергии. Энергия поступила в виде углеводов и белков прекрасно. В какой пропорции, об этом уже можно спорить. Сколько нужно белка и какого? Сколько нужно углеводов и каких? Об этом мы можем спорить. Восьмой принцип питания Арнольда Шварценеггера. И, на мой взгляд, это самый главный принцип. Никогда не переставайте изучать вопросы питания. Узнавайте что-то новое. Пробуйте. Изучайте свой организм. Давайте посмотрим на наши продукты. Как они приготовились на этот раз. Я, кстати, использовал другой протеин сегодня. О! В чем еще может быть отличие? Так. С бананами. Прошло 16 минут. У вас-то, естественно, там материал смонтированный. Вы не знаете, сколько времени прошло. Сегодня очень упитанные протеиновые вафли. В каждой из этих содержится 35 граммов белка и 45 граммов углеводов. Ну что, укус за ваше здоровье? Ну что за жизнь у спортсменов? Кто еще может, ребята, скажите мне, кто еще может из людей с таким чувством благодарности поесть богатую протеинным пищу? Кто еще может? Вот обычный просто, обычный человек, который там шел-шел, устал, зашел в какое-нибудь кафе поесть. Он же вообще не понимает, что он делает. В основном мы с вами понимаем, мы знаем, что мы кладем в свой организм и что мы получаем благодаря этому конкретному продукту. Это же здорово. На съемках кажется, что все должно быть идеально. И что делают люди? Они делают по два, по три дубля. Но мы с вами такой ерундой не страдаем. Как бы мне тут все разложить-то для вас, чтобы вы увидели? Продукт сегодняшнего труда. Хаотично, но не мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В этом всем, ребят, каждая порция из двух 35 граммов белка, 45 граммов углеводов. То есть четыре порции, 140 граммов белка в этом вкуснейшем блюде, которое можно упаковать с собой, иметь рядом с собой в машине и есть в процессе жизни. Это прекрасно, это, на мой взгляд, отличный практичный совет. Я считаю, мы все вместе коллективно должны поздравить Арнольда Шварценеггера с днем рождения. Ему исполнилось 69 лет, 30 июля. И этот человек для всех и для каждого из нас является бесконечным источником мотивации. Верой в человеческие возможности, верой в то, что точка стартовая и точка финишная в действительности соединимы, если в тебе есть трудолюбие, постоянство, уверенность внутренняя и готовность не отступить перед трудностями. Времена проходят, эти законы не меняются и никогда не поменяются, ребят. Я желаю вам воспитывать в себе эти качества и достигать своих целей. С вами был Денис Семенихин. Удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!